Здравствуйте! Время новостей на Абаза ТВ. Сегодня в выпуске. Пятидневная война. Пять лет спустя. Сегодня вспоминают жертвы августовской войны 2008 года в Южной Осетии. Обновление души каждого верующего. Мусульмане Абхазии отметили праздник Ураза Байрам. Точка опоры. Проект АИС по реабилитации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Южная Осетия вспоминает жертв августовской войны. Ровно пять лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, грузинские войска атаковали Южную Осетию, разрушили часть ее столицы Цхинвал и ряд населенных пунктов республики. В результате агрессии погибли сотни жителей страны и российские миротворцы. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых к тому времени приняли гражданство Российской Федерации, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Самое кощунственное в том, что вооруженные силы режима Саакашвили вторглись на территорию суверенной республики Южная Осетия в день открытия Олимпийских игр в Пекине, вопреки всем нормам общечеловеческой морали, принципам международного права и достигнутым накануне в рамках четырехстороннего переговорного механизма договоренностям. В посольстве Республики Южная Осетия в Абхазии состоялся прием, приуроченный к пятой годовщине трагических событий августа 2008 года. Юго-осетинскую дипломатическую миссию посетили руководители Абхазии во главе с президентом Александром Анквабом. Сюда пришел и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев. Встреча началась с минуты молчания. Официальные гости Юго-Осетинского посольства почтили память защитников Южной Осетии. Пять лет назад отдавших свои жизни за независимость республики. В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев вспомнил о событиях тех дней, отметив, что хотя прошло уже пять лет, позиции Грузии и по сей день не снимают угрозы вооруженной агрессии. Хотя там и сменилось правительство, подчеркнул он, осудить публичное действие Саакашвили по развязыванию войны в Южной Осетии никто до сих пор не осмелился. Президент Абхазии Александр Анква выразил уверенность, что память о павших в Цхинвале в августе 2008 года мирных жителях и российских миротворцах навсегда останется в сердцах Абхазов и Осетин. Он осудил политику двойных стандартов, проводимую Западом, по оценке действий Грузии в этом военном конфликте и подчеркнул, что правда о тех событиях рано или поздно станет очевидной для всего мира. Все мы были свидетелями того, как мировое сообщество, которое и сейчас в большинстве своем пытается осудить действия Российской Федерации, тогда осудить наши общие действия, в очередной раз преподает нам всем урок двойных и тройных стандартов, якобы не понимая того, что могло тогда случиться. Если бы Российская Федерация, политическое руководство России тогда бы не отреагировало на то, что произошло, наверное, в новейшей истории человечества была бы еще одна страшная и тяжелая страна. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев назвал 8 августа 2008 года поворотной датой в истории Южной Осетии и Абхазии. По его убеждению, она в корне изменила ситуацию в регионе, а также место и роль России на мировой политической сцене. Посол подтвердил намерение России и впредь оставаться гарантом стабильности для двух республик. В течение последних пяти лет Российская Федерация не дала ни одного повода для того, чтобы усомниться в верности своим обязательствам перед Абхазией и Южной Осетией. И смею вас заверить, что не даст для этого повода никогда в будущем. Все договорные обязательства России перед Абхазией и Южной Осетией соблюдаются и будут соблюдаться согласно букве и духу всех заключенных договоренностей. Олег Бациев выразил благодарность абхазскому народу за сочувствие и поддержку в те тяжелые дни. В Абхазии с замиранием сердца следили за событиями августовской войны 2008 года, всей душой сопереживая братскому народу, представители которого внесли свой вклад в дело победы в отечественной войне народа Абхазии. Нам хочется, чтобы вот эти вот жертвы, эта трагедия, как это может не звучать ни жестоко, ни парадоксально, дали старт новому, новому началу, новому государственному проекту. Наверное, неправильно рассматривать день исключительно как день трагедии, а мне хочется рассматривать как день мужества, день ответственности перед прошлым и будущим, день выбора, который сделал остинский народ. Конечно, не один с помощью своих друзей, в первую очередь Российской Федерации. Мы помним, как мы прямо не отрываясь от телевизора смотрели, где они в этот туннель прошли. Уже вот здесь вот, уже ведут бои на улице, уже там кого-то отогнали. То есть это мы чувствовали как свое, и, конечно, это общий проект, общий новый проект. И мы на секунду не сомневаемся, что он будет успешный, удачный. В завершение официальной части посол Южной Осетии пригласил гостей по осетинскому обычаю разрезать пирог, вознести хвалу Всевышнему и произнести тост в память о погибших российских миротворцах и мирных жителях Цхинвала в августе 2008 года. Участники церемонии также посмотрели фильм российских журналистов, рассказывающий о трагических событиях августа 2008-го. Белла Кварча, Александр Чернов, Абаза ТВ. Координационный совет общественных и политических организаций Республики Абхазия выражает поддержку народу Южной Осетии в связи с пятой годовщиной начала агрессии Грузии в отношении Южной Осетии. Мы народ Абхазии, так же, как и вы, наши братья, не понаслышке знаем, что собой представляет грузинский фашизм. На протяжении двух десятилетий наши народы потеряли тысячи своих граждан. Но враг не добился своей цели и не добьется ее никогда. В этот скорбный день мы вспоминаем погибших за свободу Осетии и Абхазии, граждан наших государств, российских миротворцев и говорим «Вечная память и слава героям». Отмечается в телеграмме Координационного совета общественных и политических организаций Республики Абхазия. Сегодняшняя программа Абаза ТВ посвящена войне в Южной Осетии. Мы покажем документальный фильм «080808. Нумерология войны» и интервью с исполнительным директором информационного агентства «Интерфакс» Георгием Гулия, который расскажет о том, что происходило в Москве в тот период и на что, собственно говоря, надеялись в Тбилиси, нападая на Южную Осетию. Сейчас небольшой отрывок из интервью. Самое удивительное, что вот сейчас на Западе, в Тбилиси, говорят, что Россия все это задумала. Могу просто сказать, как свидетелем, и человек, который звонил по всем руководящим постам в Москве, Россия до самого последнего момента не верила, что Саакашвили может решиться на эту авантюру. Да, был план, разработанный, наверное, на случай агрессии против Абхазии и против Южной Осетии. Но никто не верил, что этот план придется воплощать в жизнь. Еще совпало так, что президент в те годы был Медведев, он отдыхал на Волге на корабле, а Владимир Владимирович, премьер-министр в то время, был на Олимпиаде в Пекине. Я думаю, это было время для агрессии выбрано не случайно. Я думаю, все-таки Саакашвили надеялся, что он решит в течение суток вопрос, выдавит осетин из Южной Осетии, а российское руководство не успеет отреагировать в силу отпускных или олимпийских игр. Удивительные новости приходят в последнее время из Тбилиси. Вот, к примеру, как передает сегодня Реон Новости, Саакашвили утверждает, что в свое время предлагал России, чтобы Тбилиси отказался от курса на вступление в НАТО в обмен на решение проблем с Южной Осетией и Абхазией. Мы сказали, что готовы отказаться от НАТО и отказаться на основе соглашения от прогрессивных отношений с США, если вы, Российская Федерация, в свою очередь, поможете в вопросе, в прогрессе вопросов территории, также на основе договоренности, заявил Саакашвили в эфире телеканала «Рустави-2» в среду в интервью, посвященному пятой годовщине августовской войны. При этом грузинский президент рассказал, что в разгар конфликта 2008 года американцы предлагали эвакуировать его из страны. Но я сказал твердое «нет», гордо воскликнул Саакашвили. Президент Александр Анкваб подписал закон о внесении изменений в закон о праздничных и памятных днях Республики Абхазия. В соответствии с внесенными изменениями, 15 августа объявлено праздничным рабочим днем – Днем Добровольца. 26 августа объявлено праздничным нерабочим днем – Днем Международного признания независимости Республики Абхазия. В четверг мусульмане Абхазии отметили один из двух великих праздников ислама – Ураза Байрам. Он символизирует собой окончание Большого поста месяца Рамадан. Обновление души каждого верующего, терпимость и любовь к ближним. В Сухумской мечети в этот день собрались десятки мусульман, чтобы выслушать проповеди и совершить праздничный намаз. Согласно традициям ислама, в день окончания поста мусульманин должен навести друзей и близких, разделив с ними радость этого праздника, а также уделить внимание детям и неимущим. Хвала Аллаху, Господу миров! Мы, мусульмане, как во всем мире, встречаемся сегодня один из великих праздников ислама – это Ураза Байрам, праздник окончания поста, праздник веры, терпения. И мы просим Аллаха, в первую очередь, чтобы Он принял наши молитвы, наш пост, простил наши прегрешения, укрепил нас в вере, даровал благо не только мусульманам в республике, всем жителям нашей республики. И мир благополучия в каждую семью. Мы желаем и просим Аллаха. Этот праздник – один из двух великих праздников. И мусульмане Абхазии также сегодня совершают праздничные молитвы. И будет прочитана проповедь праздничная, посвященная этому празднику. И люди будут поздравлять друг друга, расходиться по домам, приглашать в гости, накрывать праздничные столы, звать гостей. И вот в такой торжественной обстановке сегодня мы встречаем праздник вместе с нашими репатриантами из Турции, из Сирии. Как вы знаете, в нашей республике большого количества сегодня. Это наши граждане. И мы все сегодня в такой праздничной обстановке, все вместе, мужчины, женщины, старики, дети, в Сухуми, в Гудаутах сегодня проводим такие праздничные мероприятия. Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации поздравляет мусульманскую общину Абхазии с окончанием священного месяца Рамадан. Ураза Байрам несет в себе многовековые духовные ценности и побуждает последователей веры к нравственному самосовершенствованию. Идаль Фитр является олицетворением идеалов добра, милосердия и, конечно, способствует развитию межконфессионального взаимовважения, а также содействует поддержанию гражданского согласия народа Абхазии. Отмечается в поздравлении. Сотрудники Госкомитета по репатриации побывали в местах постоянного и временного расселения соотечественников, вернувшихся на историческую родину из Сирийской Арабской Республики. Во время визитов представители Госкомитета подчеркивали значимость межконфессионального диалога мира и сосуществования поликонфессионального общества Абхазии. Ассоциация Инвосодействия при поддержке Священной Метрополии Абхазии осуществляет проект «Точка опоры», направленный на реабилитацию и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта инвалидам, а также лечебным учреждениям бесплатно передаются технические средства реабилитации. Подробности в репортаже Марья Анны Котовой. Проект «Точка опоры» – инициатива Ассоциации Инвосодействия. По словам Алхаса Тхагушева, в Абхазии не слишком популярно помогать людям с ограниченными возможностями. Ни со стороны государства, ни частных лиц. Священная Метрополия откликнулась на просьбу Ассоциации и приобрела для них 70 кресел-колясок, 60 противопролежневых систем, 140 костылей, тростей, 20 ходунков-ролаторов и другой медицинский инвентарь, который каждый нуждающийся может получить в общественной приемной инвосодействии. Большее количество техники уже роздано. В числе получателей – частные лица, ветеранские организации и больницы. «Потребностей людей с каждым годом все больше. Вечных этих костылей, колясок и так далее тоже нет. Надеемся, что пример нашего проекта тоже подвигнет наши власти, и городские, и районные всякие. И, конечно, основную нашу власть в виде нашего президента, как гаранта Конституции и прав, подвигнут к тому, чтобы наша страна становилась все более доступной для разных категорий людей». Зачастую ни люди с ограниченными возможностями, ни их родные не знают, какие существуют технические средства, призванные помочь инвалидам жить полноценной жизнью. Другие же просто не в состоянии приобрести дорогостоящее оборудование. По словам Алхаса Тхагушева, такие проекты позволяют помочь инвалидам не только технически, но и информационно. «Скажем, у вас в семье пожилой человек, если ему сложно ходить, то совершенно необязательно приковывать его к кровати. И человек может еще очень много чего сделать, он может вести достаточно активный образ жизни». В АИСе с инвалидами и членами их семей специалисты проводят индивидуальное и групповое консультирование по лечебной физкультуре, по адаптивной реабилитации. Кроме того, для всех желающих ведется запись на занятия в тренажерный зал при ассоциации. Мария Анна Котова, Александр Чернов, Абазатова. 12-й фестиваль Хибла Герзмава приглашает завершился. Накануне в столице в Государственной филармонии имени Рождена Гумба прошел заключительный концерт фестиваля. В рамках программы «Новые абхазские имена» народная артистка Абхазии и России представила публике молодых талантливых оперных певцов, которых поддерживает уже на протяжении нескольких лет. Репортаж Астанды Ардзенба. Говорить о народной артистке Абхазии и России невозможно не в восторженных тонах. Любимица публики, каждое ее выступление на родине сопровождается большим успехом. А фестиваль Хибла Герзмава приглашает ежегодно, становится главным событием в культурной жизни страны. 12-й фестиваль Оберзнадивы не стал исключением. Накануне в столице с большим успехом прошел заключительный концерт фестиваля. Зал Государственной филармонии имени Рождена Гумба, как и заведено на концертах с участием Хиблы, был полон. Заключительный аккорд фестиваля – программа «Новые абхазские имена», в рамках которой Хибла Герзмава представила публике молодых оперных певцов. Заключительный аккорд фестиваля Кристина Эшбайнана Черкезия, а также пианистки София Нормания и Астанда Богателия Диана Багдасарян – это выпускники абхазских музыкальных училищ. «За наших музыкантов никогда не было стыдно за рубежом», – отметила Хибла Герзмава и поблагодарила педагогов, которые вырастили целое поколение молодых талантов. Диана Багдасарян окончила Сухумское музыкальное училище по классу фортепиано, теперь реализовывает себя на музыкальном поприще Германии, куда переехала более года назад. Специально, чтобы принять участие в фестивале Хибла Герзмава, Диана приехала в Абхазию. Играть перед своими педагогами, перед своими родными – это более ответственный шаг, потому что, не знаю, это очень ответственно. И когда уже выходишь на сцену, ты понимаешь, что идут положительные эмоции, ты расслабляешься и уже выдаешь все, что можно, и получаешь от публики аплодисменты и добрые пожелания, и хорошие эмоции. А сейчас просто мы наполнены счастьем, вся наша компания музыкальная, мы благодарны Хибле за то, что она устраивает эти концерты, и мы можем участвовать в таком большом фестивале, который она делает. Самое главное, чтобы публике нравилось, всегда отмечает Хибла Герзмава. И публике действительно нравится. Более того, они восхищаются и великолепным исполнением, и манерой общения Хиблы с залом. Только поистине народный артист умеет создать диалог со своим зрителем, произвел впечатление на публику и подобранный репертуар. Наряду с оперными ариями гармонично звучала и народная музыка. Музыка Я была удивлена талантом выступающих. Я почувствовала, что я прикоснулась к прекрасному, и это действительно здорово. Мне понравилось то, что вспоминали русские песни и традиционные абхазские. Ну, в общем-то, с хорошими впечатлениями. Спасибо огромное выступающим. Я бы хотела еще услышать их. Я вообще из Баку, так что я первый раз слушала и Хиблу, и всех остальных, и поэтому я в восторге. Могу только это сказать. За 12 лет существования фестиваля Хибла Гирсмава приглашает на абхазской земле выступили лучшие из лучших, великолепные музыканты, чьи имена известны во всем мире. В этом году Хибла также приготовила для своих гостей целый букет ярких событий. Кроме того, расширилась география фестиваля. Теперь классической музыкой смогли насладиться не только в родной для Хиблы Пицунди, или столице, но уже и в Ачамчире. Мне просто очень хотелось, чтобы Абхазия знала, что у нас очень много талантливой молодежи, и однажды мы назвали абхазские новые имена. Теперь они, видимо, молодые абхазские имена, потому что они совсем не новые. Я ими очень горжусь, и я думаю, что у них большое будущее, если они будут работать над собой, а мы будем им помогать и будем поддерживать всячески. У нас завершился сегодня фестиваль, и очень красивый фестиваль. Я думаю, что маэстро спиваков с большим оркестром МФОР, и ребята наши, молодые исполнители, и Сергей Жилин с фонографом. Я думаю, что это очень интересная программа в этом году была. Я надеюсь, что до новых встреч, и Господь даст, и мы будем дальше продолжать. Мы все-таки хотим дарить праздник людям, ибо у нас потрясающая публика. Уже по завершении концерта за кулисы Государственной филармонии пришли президент Александр Анкваб и посол России в Абхазии Семен Григорьев, чтобы лично поздравить хиблу и молодых исполнителей с прекрасным завершением фестиваля. Приятно видеть зал, который реагирует блестяще на такое исполнение. Молодцы ребята. Спасибо. Когда я вижу ваши имена на афишах, без сомнений пойду. Спасибо. Вероятнее всего, каждый, кто сумел ознакомиться с творчеством молодых абхазских исполнителей, теперь будут постоянно посещать концерты с их участием. Возможно, как сейчас многочисленные поклонники Хибла Герзмава не упускают возможность посетить ее концерты, так в скором времени новые абхазские оперные исполнители завоюют всеобщее признание. Астанда Ардзенба, Раму Хамки, Абаза ТВ. Уже в пятницу, 9 августа, новые абхазские имена зазвучат в Сочи. Проект «Культурные сезоны. Россия-Абхазия» организует концерт молодых солистов. Луки Гаделия, Орган, Дианы Багдасарян, Софии Нормания, Фортепьяно, Альдоны Цкуа, Нана Черкезия, Кристина Эшба, Сопрано, Саида Габечия, Баритон. В концертной программе помимо произведений мировой классики прозвучит абхазская музыка. Студенты и недавние выпускники ведущих творческих вузов, солисты российских музыкальных театров и абхазской филармонии имени Рождена Гумба уже получили международное признание, став лауреатами престижных музыкальных конкурсов. Сейчас о знаменательных датах из истории Абхазии. 8 августа 1948 года бюро ЦК КП Грузии строго наказало авторов письма Константина Шакрыл, Баграта Шинкуба и Георгия Дзидзария за попытку дезинформации ЦК ВКПБ и клевету на абхазскую партийную организацию. В последующие годы они подверглись преследованию как буржуазные националисты и фашистующие элементы. Гонение патриота в Абхазии продолжалось вплоть до середины 1953 года. 8 августа 2010 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Республику Абхазия. 8 августа свой день рождения отмечает Анри Михайлович Джиргения, государственный и общественный деятель Абхазии. Андрей Михайлович родился 8 августа 1941 года в Ленинграде, генеральный прокурор Абхазии 1992-2001 годы, премьер-министр республики в 2001-2002 годах, личный представитель президента Абхазии на грузино-абхазских переговорах. В завершении выпуска о погоде в Сухуми. По сообщениям синоптиков 9 августа в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем 27, ночью 17 градусов, морская вода 26 градусов тепла. И это вся информация к этому часу. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!